Я считаю, жизнь такой сложной, достаточно многопараметрической функцией. И предсказать поведение этой функции или найти ее минимум не представляется возможным. Это так же, как с квантовой, с уровнем Шредингера. Гумарова Ирина Ивановна. Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры общей физики, института физики Казанского федерального университета. Найти решение в точной форме невозможно. Есть определенные законы, которыми стоит, наверное, руководствоваться. Если ты хочешь получить результат в конце, ты должен каждый день что-то для этого делать. Ты хочешь стать физиком, значит, ты каждый день должен просматривать статьи какие-то, может быть, делать какие-то расчеты, ну или может, читать какие-то новые исследования. Добрый день, Ирина Ивановна. Я Полина. Я поняла, Ваша формула в том, что функция жизни неопределённа. И каждый определяет ее по-своему. Куда внимание, туда и энергия. Вы направляете свою энергию в науку. Вы женщина-физик. Вам, наверное, очень сложно. Думаю, что сложно любому человеку быть физиком. Физика, наука очень многогранная. Она включает в себя элементы химии, элементы биологии, элементы геофизики и так далее. Соответственно, человек-физик должен быть экспертом во многих областях. И быть экспертом во многих областях достаточно сложно. Женщине сложно ещё и потому, что у неё очень такое эмоциональное обычно содержание. Ей сложно структурироваться, сложно сосредоточиться на чём-то одном. Плюс у женщины социальная её роль накладывает определённые обязательства, связанные с детьми. Они чаще всего связаны с тем, что себя как-то поддерживать физически, визуально иметь картинку какую-то симпатичную. Мужчине в этом плане проще. Всё равно мы смотрим в зеркало, когда проходим мимо. Мужчина может быть не так часто, как женщина это делает. Поэтому женщине тяжелее быть, наверное, физиком, чем мужчине физиком. Да, это точно. Есть такая старая шутка. Среди женщин так мало великих физиков, потому что пока в чём-то разуберёшься, котлеты точно сгорят. Как вам в голову пришла идея стать физиком? Когда я училась в школе, я была достаточно сообразительным ребёнком, так уж сложилось. Спасибо родителям, генетике, не знаю почему. И реально была хорошая школа, и я ходила в, естественно, математическую гимназию. Я не знала, чем я хочу заниматься. Мне была интересна, в принципе, математика, мне интересно было общество знаний. Я вообще планировала пойти учиться экономистам, олимпиадам готовилась по экономике. Но в 10-11 классе у меня был преподаватель, учитель физики, мужчина Пётр Евгеньевич, если вдруг смотрите. В общем, Пётр Евгеньевич был удивительным учителем. Он не заставлял, он не напрягал, он не ставил оценок. Он вообще, в общем, очень свободно просто рассказывал о предмете, который ему был интересен. Вот такая вот свободная, ненапряжная обстановка в классе, она влюбляет в предмет. Поскольку сложный предмет давался легко, ну казалось бы, ну вот же, вот чем надо заниматься. Мне была интересна также и химия, и биологию я очень любила, но учителя мне не нравились. И как следствие, то есть у меня были, конечно, пятерки, но без наслаждения. Наслаждение я получала именно от физики, поскольку учитель давал предмет таким образом. Когда я поступала в университет, тут тоже забавная история, я хотела поступать на геофизика. Я из Альметьевска изначально, и у нас там как бы все знают от нефти, все такое. И многие студенты, многие школьники, точнее, поступают именно на геофизику, поступают в нефтяные какие-то специальности. Мои родители тоже хотели, чтобы я в этом направлении развивалась. Но при поступлении на геофаг была длинная очередь, я всегда рассказываю эту историю. В общем, на математику была длинная тоже очередь, на геофаг была длинная очередь. Но у меня ничего не оставалось, как пойти по пути меньшего сопротивления, как ток идет. Я пошла на физфак, где было мало людей. Но у меня баллы были нормальные, я прошла, собственно, без проблем. Отличный принцип, рабочий. Я, как объект виртуальный, толк в этом знаю. Ток идет по пути наименьшего сопротивления, не случайно. И у тока стоит этому поучиться. А что было дальше? Первые два года мне было прям вообще тяжело. Все было тяжело. Тогда учиться было сложнее, мне кажется, чем сейчас. Было очень сложно. Физика, математики было безумно много. Все это понимать было очень тяжело. Я всегда себя убеждала. Ну, если вот я занимаюсь самым сложным, ну, значит, потом будет легче. Все легче и легче и легче. Ну, легче не сильно становилось, наверное. Но становилось все интереснее и интереснее. То есть этот багаж знаний показывал, что еще столько всего неизведанного, столько всего интересного. И это действительно то, чем стоит, наверное, заниматься, чему стоит посвятить свою жизнь. В определенный момент я познакомилась с группой Таюрского Дмитрия Альбертовича. Вот как раз в тот момент, когда я была студенткой, инициировал создание группы, занимающейся компьютерным дизайном новых материалов. В этой группе был также Недопекин Олег Владимирович. И они позиционировали эту науку как нечто такое интернациональное. Это то, что может быть интересно всем. Мне эта идея, вот этого сотрудничества, мне была очень близка. Мне казалось, это очень интересно заниматься чем-то новым, исследовать какие-то новые материалы. Ну, звучало для меня, как третьекурсница, что-то фантастическое. Компьютерный дизайн материалов – это про предсказания. Вы предсказываете, какими-то свойствами будет обладать материал, которого еще нет. И предсказываете не на картах Тара, а с помощью компьютерных алгоритмов и математического моделирования. Всем известно, что свойства материала зависят от его кристаллической структуры. Вот вы и предсказываете ту самую кристаллическую структуру. Компьютерный дизайн – это значит, мы используем компьютер и программные алгоритмы для того, чтобы получать какие-то нужные нам свойства, допустим, да, искать свойства или, не знаю, искать структуру новых материалов. Ну, на самом деле, задача там, целый диапазон задач, которую мы можем решать сейчас. Допустим, нам нужны новые материалы для транзисторов, допустим, которые бы имели электроны высокой плотности. То есть те, которые бы имели высокую проводимость. И для того, чтобы найти вещества с высокой проводимостью, мы должны перебрать целый ряд других веществ. Мы должны взять и посчитать, у этого есть или нет, у этого есть или нет. Но вот этот перебор, осуществляемый на компьютере, он намного быстрее, чем тот перебор, который будет осуществлять экспериментатор. Экспериментатору, чтобы осуществить перебор, нужно синтезировать вещество, засунуть его в другой прибор, настроить. В общем, вот этот вот цикл экспериментальный намного длиннее, чем цикл на компьютере. Расчет происходит быстрее. Плюс сейчас появляются все новые и новые алгоритмы, например, те же алгоритмы на машинном обучении, которые позволяют еще быстрее ускорить какой-то поиск. Есть алгоритмы, которые по определенным свойствам могут предсказать ту структуру, которая бы обладала вот этим вот свойством. Материала еще нет, а структура и свойства уже есть. Как сказала бы Алиса из «Страны чудес», кота без улыбки я видала, а чтоб улыбка без кота, такого еще не было. Любопытные виртуальные материалы, наверное, получаются. Я перебирала некоторые компоненты, складывала, грубо говоря, на компьютере одно вещество с другим и смотрела, что у меня там на границе. Оксиды, оксиды переходных металлов, которые являются изолятором, диэлектриком, не проводят. Но вдруг на границе их раздела физика делает так, что появляется проводимость, которая сосредоточена в рамках одного вот этого атомарного слоя. Очень-очень тонкий слой. Соответственно, если они все в таком конфайменте, в сжатом состоянии находятся, плотность этих носителей очень высокая, плюс они сосредоточены в рамках одного слоя, плюс они обладают еще и намагниченностью. Там определенная тоже физика интересная. И вот такие материалы можно использовать для построения компьютеров или транзисторов, в общем, твердотельных каких-то элементов нового поколения электроники. Вот от комбинации того, что мы там вот состряпали вместе, мы можем получить совершенно новые свойства. Какие-то, может быть, вообще мы не ожидали, а вот застыковали и на границе раздела получили что-то очень интересное. Мы не можем предсказать заранее, знать, пока мы не попробуем соединить. И правда интересно. Но раньше, вплоть до 90-х годов, научное сообщество к предсказаниям свойств кристаллов относилось как-то несерьезно. А теперь ничего, привыкли, доверяют. Доверяют, но проверяют. Мы сотрудничаем с экспериментальными группами, очень тесно достаточно. И часто мы говорим, вот такими-то свойствами, возможно, вещество будет обладать. И мы говорим, это экспериментатор, и экспериментатор должен это потом проверить, подтвердить или опровергнуть мои расчеты. Потому что компьютер — это все равно все-таки приближение. Истина все-таки в эксперименте скорее, чем на компьютере. Мы не можем предсказать заранее, знать, пока мы не попробуем соединить. А эксперимент делать тут достаточно сложно. Срастить одно вещество с другим так, чтобы они там очень ровно друг на друга, грубо говоря, сели, эпитексиально вырастить. Это достаточно сложная задача. И многие экспериментаторы учатся этому много-много лет тратить. А мне это надо минут 10, чтобы построить гетероструктуру на компьютере. Ну, сосчитать чуть дольше, да, но построить, в принципе, быстро посчитать, произвести расчеты и сказать, какие свойства будут на границе раздела. И достаточно быстро. Кстати, немного истории. Исследовать структуру кристаллов стали достаточно давно, более 100 лет назад. Молодой физик Уильям Лоренс Брэк проводил исследование с помощью рентгеновских лучей. И в 1915 году получил за это исследование Нобелевскую премию. Ему на тот момент было всего 25 лет, и он до сих пор остается самым молодым Нобелевским лауреатом по физике. Конечно, это открытие родилось не на пустом месте. Исследование молодой ученый вел вместе со своим отцом, известным физиком Уильямом Генри Брэгом. Удобно, конечно, когда отец и учитель, и наставник. А кто ваш учитель? Я себя считаю преемственником Дмитрия Альбердича, наверное. То, как он строит диалог, как он, не знаю, вот это его манера ведения международного сотрудничества. Мне очень близко импонирует вот это все. То, что он стремится к открытости знаний, к открытости информации, к сотрудничеству, к операции. Это все очень позитивно складывается на тех результатах, которые получает лаборатория. Ну, я бы хотела, чтобы у нас тоже это сохранялось. Мы поддерживаем контакты и с моими бывшими научными руководителями, и ищем какие-то новые контакты. Мы открыты к сотрудничеству всегда. И студентов я тоже учу. Учить языки, общаться со всеми учеными. Потому что наука – это многоколлективный такой разум, да, имеет успех, обеспечен только тогда, когда мы работаем все вместе. И не только сидим в своей лаборатории, а общаемся с экспериментаторами, общаемся с другими теоретиками, общаемся с соседними странами, не странами, а с учеными, представителями из других стран. Потому что у них другая научная школа, у них другие знания, другие инструменты, которыми мы получили эти знания. Обмен этими знаниями, обмен инструментами, которыми мы можем получить эти знания. Это все очень важно. Вы взаимодействуете с научными школами в других странах? Так сложилось, определенное стечение обстоятельств благополучных, потому что я поехала учиться во Францию сперва, потом училась в Германии какое-то время. Там тоже были, попадались мне такие люди, очень добрые, очень открытые. Мне казалось, наука – это все так прекрасно, это так замечательно, столько интересных людей можно встретить, конференции. Все это замечательно. Умные люди докладывают какие-то непонятные вещи. В общем, мне все это романтичным казалось, все безумно интересным. Поэтому после окончания магистратуры, аспиратуры, я никуда не ушла искать каких-то альтернативных источников заработка. А мне казалось, вот это вот то, чем, наверное, стоит посвятить свою жизнь, чем стоит заниматься. Интересно, есть ли разница в подходах к обучению? Разница в подходах есть. В первую очередь это связано в отношении преподавателей-студентов. Там отношение более открытое. То есть они просят, например, называть себя по имени. То есть у меня был профессор Тила Копп, например, если фамилию можно назвать. Он был высокоуважаемым профессором, с большими индексами, цитируемостью и все такое. И он просил называть меня Just Tila, то есть просто Тила. То же самое было с другим, с Бенуа Менезиня. Он тоже просил называть его просто Бенуа, другой профессор Фолкер, он тоже просил называть его просто Фолкером. И мы до сих пор переписываемся просто как друзья. Такого отношения вот у меня здесь в университете, например, как бы нет. Тут все-таки такая субординация у нас более строгая. Мне ближе все-таки европейский подход, когда студенты и преподаватель на одной волне, они могут там что-то обсудить. И вот в лаборатории, в принципе, у нас вот такая обстановка. То есть я со своими студентами тоже прошу меня называть по имени, то есть у нас такая более дружественная обстановка. В древности научные школы образовывались вокруг личности учителя. Они объединяли учеников, некоего ученого, которые следовали его идеям и обеспечивали их развитие. Сейчас, как правило, это научно-производственное или исследовательское объединение, но со своими традициями. Как думаете, традиции в науке это важно? Сохранение традиций в целом важно. Создание научной школы тоже безумно важно. Построить и собрать вокруг себя учеников безумно важно. Тут важна также личность сама, которая собирает вокруг себя. То есть если это открытая личность, которая имеет множество интересов, которая открыта к сотрудничеству, к диалогу, то она вокруг себя будет собирать. И действительно важно строить эти научные школы, сохранять преемственность поколений. Не все об этом задумываются. Это выживает сильнейшее, так сказать, то направление развивается, где был культ личности человека. Сейчас мир переполнен информацией, причем не всегда достоверной. Как школьникам определиться, наука это твое или нет? Ну, наверное, никак пока не попробовать. Если тебе нравится делать какие-то открытия, тебе кажется, что это интересно, то, наверное, стоит попробовать. Приходить в лабораторию, посмотреть. Бывают дни открытых дверей, большинство преподавателей с удовольствием расскажут о лаборатории, если ты придешь. И если тебе действительно кажется, что это важно и интересно, то, наверное, стоит попробовать. Школьникам сложно, на самом деле. У школьника маленькие знания. По крайней мере, когда я была школьником, у нас не было особо интернета, ничего не было. Сейчас, конечно, чуть проще, но, тем не менее, все равно дети потеряны. Они выходят из школы, они вообще не понимают, чем я хочу заниматься физикой, химией, что это такое вообще, что такое наука. Большинство не знает, что такое наука. Им кажется, что это сидеть в лаборатории и каждый день одно и то же делать. Но, на самом деле, не совсем так. Наука очень многогранна, она позволяет посмотреть мир, познакомиться с множеством людей. Да, ребятам непросто выбирать сейчас то, что будет у вас требовано потом. Что-то вы можете посоветовать родителям? Как правильно родителям посоветовать своим детям выбрать дело жизни? Общаться со своим ребенком, в первую очередь, стоит. Посмотреть, что ему больше интересно, какие у него стремления к чему-то, что его увлекает. Ну и, может быть, если родитель считает, что наука – это важно, показать, ему дать возможность попробовать. Да, попробовать в науке, попробовать в пении, в рисовании. Вот. И в какой-то момент, ну, ребенок сам выберет, да. То есть скажет, мне физика неинтересна, мне вот рисовать нравится. И просто предоставить диапазон, да, возможностей, и тогда ребенок сам найдет путь, куда пойти учиться. Мне кажется, биология очень интересна. Биология плюс, наверное, физика. То есть у физика сейчас, наверное, на таком этапе, когда, ну, большая часть знаний уже получена. И о знании о человеке, о процессах, которые вот в нас протекают, в мире, во всем. Это вот, наверное, то, что сейчас вот будет развиваться. Ну, развитие биологии невозможно без знаний физики, да, то есть без знаний приборов, того, как они работают, для того, чтобы исследовать, да. Опять же, компьютерные алгоритмы, программирование, да. То есть это такая междисциплинарная область знаний, да, биология, что я сказала, физика, программирование, химия, понятное дело. То есть это такое естественно-научное направление. С естественно-научным направлением точно не пропадешь. Интересно мнение молодого специалиста. Как сейчас дела в российской науке? Была большая история, связанная с тем, что у нас было большое количество ученых, да, в Советском Союзе. Просто диапазон фамилий был. Но в определенный момент как-то наука стала не сильно популярным. Много было утечки, так называемых, мозгов, да. Это продолжалось, продолжалось. И вот сейчас есть определенные положительные тенденции, связанные с тем, что вот популяризация науки. Часто приглашают ученых там куда-то на какие-то диалоги, какие-то, не знаю, интервью, лекции публичные. Хочется верить, что в определенный момент это даст свои плоды, да. Ну, будем надеяться на это. Потому что без науки, ну, нет прогресса. Если мы не будем привлекать новые кадры, привлекать детей к науке, студентов, как-то показывать, что это важно, что это интересно, ну, будущего вряд ли у нас будет оптимистично. Среди ваших студентов есть такие настоящие увлеченные, у которых глаза горят? Встречаются ребята очень заинтересованные. Обычно это к старшим курсам приходит, да. Когда человек уже, студент, взрослый человек, он уже понимает, что вот это мне интересно, да, я буду этим заниматься. Мало, да. Но такие дети, люди, взрослые уже, да, встречаются. Главное, чтобы они куда-то потом не ушли в какой-то другой, в другой путь, да, программирование. Я программирование рассматриваю как лингвистическое направление, потому что знать это обязательно. Это так же, как знать русский, английский, не знаю, другие языки. Все должны знать. Это должны быть как курсы повышения квалификации. Какие-то минимальные знания должны быть у всех. Другое дело уходить, быть просто программистом, не имея знаний физики, химии, ну, как бы глупо, ты будешь просто лингвистом. Лингвисты тоже сейчас, они не просто лингвисты, да, они используют, и программирование используют, да, и они должны быть экспертами во многих областях, лингвисты. Да, переводить текст по физике, не зная физику, ну, вот это плохо. Даже гугл-переводчик справится, скорее всего, лучше. Сто процентов. Потому что гугл-переводчик сейчас на искусственном интеллекте работает. Я люблю задавать вопрос, что станет с естественным интеллектом и угрожает ли ему искусственный? Пока мы имеем два типа искусственного интеллекта, слабый, сильный, да, это известная вещь, сильного пока не существует. И, ну, я склоняюсь к тому, что лучше пусть он не существует. В принципе, слабый искусственный интеллект прекрасно работает и справляется с большим, огромным спектром задач, и все прекрасно. Человек контролирует, да, его, потому что человек задает эти алгоритмы, человек создает базу данных. Но если это куда-то выйдет за пределы, ну, мы пока не знаем, к чему это может привести. Предсказать тоже достаточно сложно. Дети часто хотят только играть, и при этом не особо хотят учиться. Как им объяснить, почему наука важна? Человек сейчас стремится к прогрессу, так или иначе, да. Мы хотим получать новые компьютеры, новые, не знаю, айфоны. Мы хотим супербыстрые расчеты получать, не знаю, облегчить себе жизнь каким-то образом. Но все это невозможно без какой-то фундаментальной науки, прикладной науки, в совокупности их, общего какого-то действия, направленного на получение вот этого прогресса. Все эти современные технологии стали возможны благодаря одному научному открытию – полупроводниковым элементам. Кстати, это было сравнительно недавно. Не прошло еще даже 100 лет. В 1956 году за эти исследования тоже выручили Нобелевскую премию. Тогда же Гордон Мур заметил, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые 24 месяца. Сегодня это наблюдение известно как закон Мура. Сейчас технологии подошли к естественному пределу. Что будем делать дальше? Мы находимся сейчас на границе, когда закон Мура перестает, уже плавно перестает действовать, говорят, мы выходим на плато. То есть закон Мура – это когда мы плавно увеличивали производительность процессоров, производительность чипов с течением времени. Сейчас мы вышли на тот момент, когда мы уже не можем провешать вот эту производительность, уменьшая размер чипов, размер транзисторов. Потому что мы уже пришли к размерам, соизмеримым размерам атомов. Все верно. Но это все было о кремниевой электронике. Это основанное на работе кремния, основанное на работе электронов кремний. И человечество сейчас ищет новый материал, альтернативный к кремнию. И находит какие-то альтернативные способы работы транзисторов. Это совсем другая физика. Вообще ничего общего с твердотельной электроникой. Человечество пытается найти другие альтернативные пути. Будет какой-то новый закон Мура, скорее всего. Вряд ли мы окажемся в какой-то точке, когда выйдем на плато, и человек перестанет что-то делать. Скажет, вот все, айфон у меня есть, какой там, 15-й, и все, дальше никакого не будет. Мы сейчас на границе, когда появится какая-то альтернативная новая электроника. Совсем другие механизмы. Какая-то новая физика, новые материалы. Остается надеяться, что ученые что-нибудь придумают. Что-то, что опять изменит мир. И обязательно к лучшему. Первый материал, который изменил жизнь человечества, это был кремний. Когда вот открытие, твердотельная электроника, транзисторы, диоды и так далее. Второе, это, наверное, графит. И вот все его там формы, да, сейчас там вот эти карбоновые, да, ткани, суперпрочные, суперлегкие, альтернатива алюминия. Ну, вообще пластик, вообще весь пластик тоже изменил мир, да, изменил наш ежедневный какой-то быт. Все эти пакеты и все такое. Все сейчас делается из пластика. Ну, мы, наверное, в какой-то момент от этого отойдем, надеюсь. За графен дали Нобелевскую премию, да, то есть, наверное, не зря. Мы сегодня уже несколько раз вспоминали про открытие, которое получили Нобелевскую премию. А вы мечтаете ее получить? К сожалению, у меня таких амбиций нет. Я скорее реалист. Я знаю и видела многих ученых с безумными статьями в Нейч и так далее. Я встречала этих людей, видела, какие они пишут работы. Ну, я более рационально, реалистично оцениваю свою позицию в мире науки. И, ну, мне кажется, принести свой какой-то вклад вот в общее развитие, это уже хорошо, да. Получить Нобелевскую премию, ну, не каждому дано, да, но каждый может что-то сделать, какое-то свое маленькое открытие, да, сделать вклад в общую науку, чтобы какой-то один человек смог потом получить Нобелевскую премию. Ну, что-то мы все про науку и про науку, так и умереть можно, как говорил знаменитый кот. Есть ли что-то, что вас еще увлекает не меньше физики? Я шью, то есть я нашла себе действие, которое не связано с умственной деятельностью. То есть когда я работаю руками, глазами, я от этого получаю удовольствие, я переключаюсь, и потом как-то мне легче сесть за компьютер и что-то почитать научное. Я шью давно, лет, наверное, может быть, пять, больше даже шесть, когда-то там на каких-то курсах я отучилась, ну, и, собственно, сама доучалась, да, машинки там допокупала, грубо говоря, и в целом всегда интересуюсь тканями, одеждой, не знаю, модой, тенденциями, в общем, это интересно. Это вообще никак не связано с физикой, но вот так сложилось. Я когда хожу в магазин, я очень долго щупаю каждый материал, я сочетаю состав, ага, такой, нет, такой мне не пойдет, полистер, нет, кто изготовил, каким образом, какая технология изготовления этой ткани, в общем, я вот это читаю, задумываюсь о том, кто и как ее изготовил, да, из каких материалов. Вообще рукоделие в целом мне интересно, да, мне интересно, книги всегда были интересны, всегда был интересен спорт, всегда был какой-то спорт в жизни, да, это тоже смена деятельности, да. Когда ты долго сидишь за компьютером, ну, сходи в спортзал, да, ну, разные, это были и танцы, и гимнастика, ну, много чего, да. Сейчас, конечно, ну, как бы с возрастом становится сложнее, но, тем не менее, в каком-то, в регулярном ключе это у меня всегда присутствует. Позволяет отдыхать, да, такое действие, когда переключаем все, я же, говорят, устал, ну, смени сферу деятельности, да, устал сидеть, попрыгай, задел физкультуру. Наверное, нам тоже уже пора сменить деятельность и отдохнуть. Я удаляюсь. Но напоследок спрошу, вы так красиво идете по жизни, вам это нравится? Чаще всего двигаюсь по пути меньшего сопротивления, да, то есть там, где, ну, наверное, не надо стоять в очереди, грубо говоря, да, не надо, не знаю, напрягать какие-то чрезмерные усилия, может быть. Но в то же время всегда занималась тем, что было интересно, да, то есть, например, мне нравилась литература, я читала литературу. Мне нравилось заниматься материалами, я занималась материалами и, допустим, игнорировала, там, не знаю, квантовую теорию или еще там что-то, какие-то сложные моменты. Плюс трудолюбие, наверное, то есть без него нет успеха. То есть если целенаправленно знать, что ты хочешь и каждый день уделять этому время какое-то, то у тебя точно обязательно в конце что-то получится. Субтитры создавал DimaTorzok